It's my life! И самая общая суть этого видео это посылка в мой день рождения от подписчицы. Да, такое случается, такое бывает, это действительно так. Сейчас вам сразу быстренько расскажу предисловие, потому что у меня уже терпеть просто ну вообще нет сил и нет вообще никакого вообще терпения, ни грамма. У меня есть подписчица, очень крутая подписчица, на самом деле у меня сложился такой круг подписчиков, мне кажется самых лучших. Вот у меня нет вообще ни одного плохого подписчика, вот девочки это честно, это так, у меня очень классные подписчицы, общительные, добрые, они открыты к общению. И одна из них это Маша, я ее называю Мэри Лу, потому что, ну потому что я так хочу. И у нее нет, она не социально активна в своих каких-то социальных сетях, у нее нет фотографий, у нее нет канала, у нее нет негде на нее посмотреть. Но это человек просто вот, я не знаю, такое ощущение, что она просто живет в соседней квартире и такое ощущение, что это просто вот соседка какая-то моя или одноклассница, или я вообще даже не знаю как сказать. И она попросила меня, можно ли прислать подарок мне на день рождения. И вы понимаете, это, ну как-то так, ну естественно это меня удивило, шокировало вообще, но не корысти ради, конечно, но как я могла отказаться от такого предложения, прислать мне подарок на день рождения. Тем более у меня, ну такой своеобразный юбилей, мне 25... Мне 35 лет, у меня, видите, даже язык не поворачивается произносить эту дату. И вот это предисловие, она мне собирает подарок на день рождения. Естественно, я жду, ну коробку, 2-3 килограмма стандартную, да. Я знаю, что это очень интересный человек. Маша это невероятно интересный человек. И что там может быть, просто уму непостижимо. Она, если вы видите комментарии вот такой вот длины к моему видео, к моим фотографиям в Инстаграм, это Маша. Если вы видите комментарии вот такой величины к другим комментариям, да, под моим видео, то есть где она общается с другими подписчиками, причем такое общение, понимаете, такое живое, такие советы, то есть там примеры, истории. Ну вот читать можно вот просто, я не знаю, как сказку и как она это пишет на одном дыхании, просто я не понимаю. Это все Маша. Если мне что-то нужно спросить или что-то нужно, совет какой-то узнать, наверное, первый человек, к которому я обращусь, это будет Маша. Маш, ты вообще крутая, ты вообще суперская. И я не знаю, сегодня мой день рождения, все самое лучшее и самое такое доброе. Я хочу пожелать тебе, наверное, потому что мне повезло с подписчиками и с тобой в том числе в частности. Машулька, и ты прислала мне коробку, вот сейчас уже подходим к этому самому событию. И вот об этой коробке я, естественно, жду коробочку, но Маша мне пишет. Нет, если бы это было сюрпризом, я бы просто на почте упала в обморок, но она меня предупредила, дабы вот, ну, я была в курсе, дабы избежать каких-то вот этих пересыльных минусов, моментов, да, там, чтобы я, чтобы посылка эта не потерялась или не задержалась где-то. Она меня предупредила. Внимание, Инна, посылка 12,5 килограмм. То есть вы можете вообще представить своим умом и воображением, я нет. И хотя она мне сказала, там в основном вкусняшки. То есть я даже, даже если наполнить 12,5 килограмм конфетами, то я даже не представляю, сколько это должно быть конфет и вообще что там должно быть. Девочки, вот та самая посылка, 12,5 килограмм. Она пришла мне неделю назад, и я не знаю, что я только не делала с этой посылкой. Понимаете, я ее собиралась открыть каждый день. Хотя я знала, что лучше ее открыть в день рождения, ну, дабы так усилить эффект, так сказать, праздника, сюрприза. Но я ее забрала на почте. И ну как, ну как, вы понимаете? Это вот можно, мне кажется, пытать людей такими вещами, как вот поставил коробку, да, подарок. И вот просто я исполню любое твое желание, только дай мне посмотреть, что там. Я не знаю, я ее и нюхала. Я ее хотела открыть и просто по коробочкам расставить. Но хотела показать все вам в полной мере, вот в полной красоте. Я хотела снять видео позже все это сделать, типа я сняла в день рождения. Но думаю, ну нет, ты тряпка или ты, блин, стержень. Надо терпеть, надо силу воли воспитывать. И, девочки, я выдержала. Сегодня утро, я даже специально задержалась. Я не пойду на работу с утра, чуть-чуть пойду попозже, чтобы открыть. Я и нюхала эту посылку. Я ничего не учуяла. Я и танцевала какой-то танец дебильных индейцев там вокруг этой посылки. И Иван Николаевич уже тоже хотел ее открыть. И я просто не знаю, что я только и молилась на эту посылку. И она мне снилась два раза. И я писала Маше, что мне снилось. Ну, в общем, у меня уже рвало крышу. И я так ее хочу открыть. Был даже какой-то момент, день, что я прям как-то вообще охладела. Мне уже так вот это вот въелось в голову. И я настолько часто об этом думала, что я уже как-то стала безразлична. Как-то думаю, ну все, я уже вот остыла. Все, жду дня рождения. Но потом каждый день опять и опять. И, о боже, и как я прожила эту неделю, я просто не знаю. Все, открываем посылку и смотрим, что там. Девочки, это раз, это два. Причем тут написано хрупкое. Я просто не представляю, что там. Это три. И это четыре. И тоже написано хрупкое. Девочки, знаю Машу, знаю Машин креатив. Мой вообще отдыхает креатив. Девочки, то, что она сказала, там вкусняшки и немножко косметики. Вот это все, что я знаю. Дальше, вот представляй, как хочешь. Вот один. Давайте, я даже вижу, что они пронумерованы. Номер один. Номер один. У нас вот такая посылка. Я открываю. И знаете, что я жду от этой посылки? Вы знаете, что на моем канале много видео с распаковками посылок. Это такая, уже какая-то традиция сложилась. Мясо посылками. Это здорово, интересно. Это очень круто. И я все время говорю, что я жду от той или иной посылки. Маша живет в Москве. Я не сказала об этом. Поэтому это уже, ну, это уже интрига такая, знаете. Москвичка прислала мне посылку. Что там может быть? Что я жду от посылки? Я просто уверена, что это будет очень крутое что-то. Просто вот, знаете, Moscow never sleep. Я не знаю, как назвать по-другому. Но это что-то такое крутое московское. Тем более с Машиным умом и соображением. Блин, тут надо хрупко. Я уже так, знаете, рву. Я не знаю, просто как... И я не буду доставать по одному, как я это делаю обычно. Я просто открою и посмотрю. Вот так. Как бы это так, чтобы... Так. Коробочка с главным подарком. Открывай в последнюю очередь. Я ее открыла первой. Хорошо, откладываем. Давай начнем с посылки номер два тогда. Да. Уже видите интриги. Не знаю, насколько затянется это видео. Может быть, две части придется снимать. Может, четыре. Но по одному я не смогу просто открыть. Девочки, если бы вы знали, что у меня творится в душе. У меня просто кипит кровь. Вот. Просто там бурлит кровь. Я просто хочу вот открыть ее и посмотреть, понимаете? Потому что по одному что-то доставать, это пытка просто, к которому можно пытать вообще людей. Так. Так. Теперь я вижу... Она была написана... Не помню, какой номер написано. Самая первая коробка. Итак, я открываю. Вот просто вот так хочу ее открыть. Пока я вижу мишуру и всю упаковку. Блин, вообще... Во, руки трясутся. День рождения. Та-дам, та-дам. Лучший праздник. Та-дам. Пакетик Ильдебате. Что я вижу? Мама миа. Маша, ты сумасшедшая женщина. Что тебе сказать? Я уже вижу украшения. Ой, девочки, какой у меня классный вообще день рождения. С черепушками. Блин, класс. Череп вообще моя такая одна из любимых каких-то фигурок. Не знаю, почему они мне так нравятся. Но как-то вот нравятся они мне. Я сейчас вам близко покажу. Такие типа четки. Ой, мне так прям... Я вижу вот такую красоту. Девчонки, смотрите. Вот, понимаете, тут пакетики, конфетки. Конфетки. Тут будет очень много вкусностей. Очень много. Боже мой, Лаки. У меня трясутся руки. Я вижу какие-то печенюшки. Все такое красивое. Блин, просто капец. Знаете что? Маша. Я тупица. И в Роше тональный крем ноль несовершенств. Мне кажется, я даже покраснела. Триндец. Сейчас я вам расскажу, в чем дело. Турбо жвачки. Турбо. Маша, где ты это все взял? Вот мой сын сделает все за вот эти вот этикетки. Ну, это супер. Расскажу про тональный крем. В общем, она мне пишет сообщение. Как-то давным-давно. Девочки, я тут вижу столько красоты. Не могу оторвать глаза. Ин, я собираюсь... А я перед этим показывала в пустых баночках пробник тональника ноль несовершенств. И прям хвалила. Говорю, он не попался. И очень крутой крем. Вот прям очень крутой крем. И она мне пишет через какое-то время. Ин, собираюсь идти в Ивроше. Блин, вот до меня только сейчас дошло. Вот как я тупанула. И говорит, что там за крем был? Хочу посмотреть, что за крем. Я, естественно, думала, она хочет посмотреть его себе. Ну, и я сказала. Так и так, такой-то крем. Посмотри. Там еще такая туалетная возичка есть вкусненькая. Понюхай. И она покупала это мне. Вы представляете? Ой, орешки. Блин, такое все необычное и интересное. В общем, я буду показывать быстро, потому что я это все потом буду рассматривать очень долго и внимательно. И вот это крем мне. Маша, ну ты даешь. Блин. Так, крем откладываем. Следующее. Баночки, тюбики. Девочки, это все, что вообще нужно в жизни мне. Мне так кажется. Мне хочется рвать все это быстрее. Ну, надо как-то сдерживать себя. Блеск для губ. Специально сегодня я не красила губы, потому что была уверена, что что-то попадется мне там вкусненькое и интересное. Так, я не взяла зеркало. О, девочки, какое все крутое. Made in Italy. Я не знаю. Мне опять хочется танцевать танец каких-то дебильных индейцев диких. Ну, девочки, ну посмотрите, какой у меня сегодня день рождения. Лаки для ногтей. Пол коробки лаков для ногтей. OPI. Блин, вот это крутой цвет. Вот это крутой цвет черный. Вообще. Смотрите. Цвет. Блин, не видно. Ой, класс. Вот черный вообще супер. А вот эти. Мамма миа. Блин, блин, блин. Как в фильме интерны. Блин, блинский. Не, не в интернах. В универе. Смотрите. Обалдеть. Обалдеть. Я вижу еще что-то и хочется открыть все и сразу. Ой. А я, знаете, вот открываю и думаю о той коробке, которая написана открыть в последнюю очередь. Маша, ты вообще, ты сделала мой день уже неделю назад. Я, понимаете, летаю на кр... Вот очень тоже крутой. Такой песочный и голографик. Девочки, не видно. Вот. Офигеть. 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 А коробки какие? Офигеть. Печенюшки. Бискотти. Фитнес. Маша, сегодня никакого фитнеса не будет. Хотя я еду сейчас в лагерь, и мы там будем делать тренировку, естественно. Но вечером Шисейдо. Девочки, у меня самые крутые подписчики. А Маша их вообще староста самых моих крутых подписчиков. Блин. Я еду жить в Москву. Я уеду жить в Лондон. Кисть. Девчонки, у меня есть кисть от Шисейдо. А, и ключевое слово здесь. Шисейдо. Я надеюсь, я правильно произношу это название. Блин, вот понимаете. Ну как ты будешь доставать тут по одному? Ну как ты будешь до... Девочки. Маша, блин. Сейчас я вам покажу это. Я даже... Я сейчас не заботюсь даже о том, как я выгляжу вообще. Как я вообще смотрюсь на камеру. Вообще мне по барабану. Я просто тащусь и получаю кайф. Девочки, блин. Блин, это круто. Девчонки. Я не знаю. Я вообще это видео вообще не хочу обрезать. Я хочу его просто вот залить как есть. А, девчонки. Это... Мне нужно полностью менять интерьер. Мне нужно делать ремонт вот под все эти штуки. Блин, как... Мне с одной стороны хочется... Ну вот что это? Что это такое красивое? Мне с одной стороны хочется растягивать удовольствие. Вот просто вот доставать по одному, нюхать. А с другой стороны я хочу разрывать все. Девочки. Девочки, вы посмотрите. Блин, Маша. Ты действительно... Ты не умеешь дарить. Ты задариваешь. Блин, девчонки. Я буду самая крутая. Вообще, я буду самая крутая тренер в мире. Айку. Не знаю, фирму. Но это круче, чем тангелтизер. Я вас уверяю. В оригинальной коробке крутецкая расческа. Причем зеркальная. С книжечкой. Девчонки, блин. Вообще. Я сейчас чувствую себя вообще. Не знаю. Бритни Спис, блин. Как минимум. Смотрите. Пакет. Вообще. Вот у меня сейчас такое состояние. Так, что в пакете пахнет уже такой вкусняшкой? Блин, девочки, меня прет. Меня прет, меня прет. Какая туалетная вода. Ой, я... Ну, как минимум, я говорю, что Дженнифер Лопес. Так, что-то вкусное и офигенное. Так, сразу бы понять, это съедобное или несъедобное, потому что начну сразу есть. Твердый шампунь. Вау! Твердый шампунь. Как макарон сделан. Блин, а как... Я такого, у меня не было ни разу, твердого шампуня. Офигеть. А, Лэш. Лаш. Ты мне писала, что у вас есть магазин Лаш, и люблю ли я такие вещи, которые продаются в магазине Лаш. Я не слышала о таком. Маша, я живу в Климовичах. Офигеть. Конечно, я люблю то, что продается в Лаш. Розовые пяточки, лосьон для ног. Посмотрите, какая крутизна. Так, здесь упаков... Запаковано. Я... Девчонки, вот у меня вчера была среда, да? Вернее, вчера была среда, и у меня в среду вот этот вот день спа, да? День процедур. И я думаю, блин, как вот, если бы это была среда утром, то уже вечером я бы намывалась всем. Сегодня не среда. Так, я уже немножко тут выпачкалась. Надо быть поаккуратнее со своими эмоциями. В общем, смотрите, такая красота. И я уже думаю, как жалко, да? Придется ждать до воскресенья, чтобы намываться всем этим. Следующая штука. Все сделано вручную с использованием свежих ингредиентов. Сахарный скраб для губ. Девчонки, все такое крутое. Ну, ремонт не ремонт. Но какую-то вот переостановку своего уголка желе для душа. Я слышала о таком желе. Оно такое, как сопли. И такое прикольное. Его надо так набирать в руку. И как лизун такой. Смотрите. Ла-ла-ла-ла. Класс. И надо что-то переделать. Все это расставить красиво. Такой интерьерчик сделать. Блин, вот эта лэш, это, конечно, крутая штука. А вот, девочки, какой у меня стоит аромат. Вау! День рождения. Та-да-та-да. Лучший праздник. Я не знаю, что это такое. Сейчас узнаем. Похоже, знаете, на такое какое-то пирожное. Пирожное, пирожное. Это сладкая гора. Ароматизирующее средство пена для ванны. Ну, это для медового месяца я приберегу. Маша, это будет для особых случаев. Ой, запах обалденный. Такой какой-то насыщенный, такой сладкий парфюм какой-то. Вот, я не знаю, все вместе и вкусно. У меня уже пахнет все. Туалетная вода. Просто я тащусь. Так, следующая штука. Это мыло. Оно запаковано. Вот, очень вкусно. Я думаю, чем пахнет? Вот мыло все-таки бьет вообще все. Оно запаковано. Девчонки, не буду распаковывать. Все в офигенной. Такой вот сумочке. Складываю назад. Потому что я просто утону сейчас в подарках. Я не знаю, сколько частей видео выйдет. Шампунь. Шампунь и кондиционер. Вау, крутяк. Смотрите. Вот, я и больше всего хотела, чтобы было что-то такое, чего у меня вообще не было. И я даже не знала о существовании вот этого. Two in one. Два в одном. Шампунь и кондиционер. Здорово, прикольно. Очень прикольно. Девчонки, все подробно буду потом без вас читать и узнавать. Кабуки мейкап браш. Блин, щетка крутая. Крутая щетка. Сейчас покажу. Не открывается. Смотрите. Кабуки мейкап браш. Вау, вообще крутяк. Девочки, если бы вы знали, как она набита. Просто вот щетка. И вот, представьте, вот ей наносить тональный крем. Нет, скорее всего, это пудру. Пудру наносить вбивающими такими движениями. Она просто вобьется в кожу. Супер. Ну, я такого вообще не видела. Вообще ни у кого. Ни у кого такого нету. Класс. Щетка супер. Щетка вообще офигенская. Кисть кабуки. Летуаль. Незаменимая для создания идеального макияжа. Подходит для нанесения и распределения оттеночных пудр. Рассыпчатых основ. Бат для лица. Основ под макияж. И всего прочее. Это Летуаль. Летуа. Диор. Мама. Диор. Блин, Маша. Девочки, Диор. Можно просто вот без комментариев. Закладка для книжки. И улыбочка такая, знаете, издевательская улыбочка. У меня будет закладка для книжки от Диор. Блин. Так, тут всякие украшения посыпались. Девочки, это не закладка для книжки. Это, блин, у меня какое-то, я не знаю, украшение какое-то будет на мне. Смотрите. Диор. Кулончики Диор. Ой, крутяк. А я сейчас такие книжки читаю обалденные. И, понимаете, там мотивация, визуализация. И вот еще эту закладку туда. Блин, Маш, это вообще. Посмотрите, тут такие всякие бантики насыпаны. Закладка для книжки. Ну, улыбочка издевательская вообще в тему была. Блин, тут, знаете, мне вот эта мне коробка. Это вообще супер. Диор. Коробочка Диор. Закладка для книги. Крутяк. Пилочка для ногтей. Крутая. С надписью. Все дела. Класс, класс, класс. Вы понимаете, много всего. Много всего. И вот хочется вот это вот пакетик. Смотрите, мешочек. Что в мешочке. Послание. И что-то. Я боюсь доставать. Сначала читаю. Так, когда я спросила, чего ты ждешь от посылки, ты сказала, чего-то нужного. Это абсолютная новинка в Москве. Думаю, это нужное. А я думаю, что что бы там ни было, это вообще нужное мне будет капец. Лак для ногтей. Это нужное. Маша. Смотрите, просто за эту упаковку можно, я не знаю, душу дьяволу отдать. Блин, да он стоит, наверное, тысячи три. Блин, капец. Посмотрите, какая упаковка. Это точно лак для ногтей? Блин, Маша. Офигеть. Ну, лаки для ногтей. Девчонки, ну, я не знаю, просто вот это, Маша, нужное, а вот прям Вова нужное. Это супер. Следующее, следующее. Шампунь и кондиционер Ариба. Не знаю, название не буду коверкать. Пробники. Обожаю миниатюрки, обожаю пробники. Чоколад. Сливочный ликер. Ключевое слово ликер. Это... Сегодня будем... Буду пьяная. Следующая. Малюшка такая. Ой, что-то такое интересное нарисовано. Покажу вам сразу коробочку. Похоже на презерватив. Так, 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 так. Чтобы понять, что это, что это. В общем, девочки, ладно, я потом все это рассмотрю, вам расскажу. Посмотрите. Маш, хорошо, что это не то, что я подумала. Шисейдо, девчонки, шисейдо. А, тени для век с шелковистой текстурой и эффектом сияния. Как я хотела тени. Вот, я... Честно, я очень хотела, чтобы ты мне прислала тени. Ой, девочки, какая коробочка. Маш, блин, ну как, как вот... Ну как? Ой, красивый оттенок, очень красивый. Такой, знаете, серо-зеленоватый такой. Блин, Машулька, какая ты крутая. Маша, блин, так круто. Вы не представляете, что это. В такой коробке. Смотрите. Полировальщик для пяток. Я уже чувствую, что это бомба. Просто бомба. Короче, у меня все самое необычное, все самое, блин, классное, все самое крутое. Пробничек Биодерм. Я обожаю. Блин, девочки, подождите. Это все хорошо. Вот, вот оно. Самая вообще изюминка этой посылки. Во-первых, косметичка. С косметикой. Маша. Мама, Мия. Маша, Маша, что ты делаешь со мной? Посмотрите. Помадки, 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 помадки. Ив Сен-Лоран, девочки. Смэш-бокс. Ле Туаль. Блин, все, руки трясутся. Хочется все открыть сразу, одновременно. А, это матирующие салфетки. Супер, класс. У меня как раз закончились. Вот как раз они закончились. Тенюшки. Тенюшки. Дальше поехали. Мне плохо становится, девочки. Девочки, скорую. Гош. Девочки. Это скульптор для лица. В общем, ну, вы понимаете, да, меня? Я не хочу читать вот это все. Это Гош. Гош. Девочки, Гош. Дальше поехали. Так, пробнички. Урбан Дикей. Тональнички. Меня просто прет. Диор. Маша. Вообще, ты кто, Маша? Я боюсь вот той последней посылки, которую ты сказал, открыть в последнюю. Я хотела палетку теней. Вот то я хотела. Вот я кричала, что я хочу тени. Девочки, Диор. Ну, я не знаю. Если кто не посмотрит это видео и не поставит мне лайк, тот, блин, Борька Моисеев. Честное слово. Посмотрите. Палетка Диор. Просто вот no comment. Я говорила, что хотела губы накрасить. Я уже вообще ничего не хочу. Я просто вот здесь, девочки. И в Сен-Лоран. Маша, девочки, я вообще, я сегодня летаю. Палетка Ив Сен-Лоран. Я выброшу вообще свое все. Я все выброшу. Или вот так вот просто отставлю куда-то там. Я уже вся в упаковке, в скотче. Я вот за эти упаковки, вот за такие вот красивущие... Я просто, девочки, это еще не все. Здесь на минуточку. Lime Crime. Ну вот просто на минуточку. Я, знаете, я сейчас сделаю паузу и накрашу губы. И продолжим репортаж. Я захотела накрасить губы всем и сразу. Я сначала накрасила Lime Crime. Потом я вспомнила, что первое я открывала вот этот блеск. Я стерла Lime Crime. Наверх накрасила блеск. В общем, у меня все и сразу. И, девочки, ну Lime Crime. Ну, я не знаю. У меня это есть. Это еще не все. Это вот такая косметичка. Это, ну, вот ее можно было одну, Маш, прислать. И я бы просто прыгала выше неба. Нарс, Нарс. Ой, блин. Вот я честно говорю, я просто... Следующее мое будет видео. Выброс моей косметики. Тенюшки. Какие классные. Какие классные. Я уже тащусь вот от этих упаковок. Вот это все, что мне надо. Все. Chanel. Chanel. Блин, у меня пахнет аромат этот. Просто я купаюсь в нем. Вау. Посмотрите. Помада Chanel. Я так понимаю, она такая, наверное, больше ухаживающая. Shine. Ну, в общем, она вот именно золотые блестки. Блин. Ну, медовому месяцу быть. Что я могу сказать? Я не знаю вообще, кому сегодня повезло больше. Мне или Ивану Николаевичу. Так, еще здесь Shiseido тональный крем. Такой миниатюрки. Ну, это большая миниатюрка. Это большая 5 мл миниатюрка. Косметичка закончилась. Ну, это самая крутая... Блин, тут все крутое. Блин, девочки, посмотрите. Ну, вот... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Диор. Ни у кого такого нет. Ни у кого. Только у меня. Так, одна коробка закончилась. Я буду потрошить все дальше. Все. Вообще на работу не иду. Пускай мне звонят, кто хочет. Так, все закончилось. Маша, я люблю тебя. Вы думаете, та коробка была с косметикой? Нет. Вот на второй коробке написано конкретно. Косметика. Та коробка была не с косметикой. Вот вы понимаете, какие вообще есть люди на земле. Вот я всегда, когда желаю кому-то пожелания в день рождения... Блин, по-варварски открыла. Немножко деранула. Вот что меня ждет. Ильда Батте. И я всегда желаю окружения успешных, интересных, лучших, достойных друзей. И я уже давно заметила, я это всем желаю, и это ко мне возвращается. То есть меня действительно окружают... Вау! Бинго, девочки! Меня действительно окружают такие люди. Маша. Так, давайте по порядку. Макарун. Макарун. Я уже боюсь открывать, потому что... Ой, коробка, класс. Коробочка, коробочка, макарун. Фокусируемся. Олегоп! Олегоп! Гоп! Маш, сейчас я кое-что скажу. Моя мечта, вообще-то, моя мечта это... Вы поняли, да? Это Тугафель и Париж. И макаруны. Я ни разу в жизни не ела макаруны. Я живу в тундре, и я ни разу в жизни не ела макаруны. Конечно, носить такой брелок на ключах, это кощунство. Но не носить его и не показать вообще никому, это еще более кощунство. Блин, очень крутой брелок. Очень крутой брелок. Я его буду носить, наверное, на какой-то, может, сумочке или, ну вот, на чем-то таком. Может, на косметичке на какой-то. Наверное, на косметичке. На какой-нибудь крутой косметичке, которая там находится. Машуль, огромное спасибо. Вот, я не знаю. Вот все сегодня, все самое лучшее, все самые лучшие слова и эмоции, они не мне, они тебе. Коробочка. На самом деле, крышечка уже открылась, и я знаю, что там. Вот этот вот чудо-червяк. Вот ни разу, я сто раз видела, как он делает вот это вот. Ну, я ни разу им не делала, сегодня буду тренироваться. А жалко, прошел Хэллоуин, как раз вообще супер была бы штука на Хэллоуин. А вообще, на самом деле, возьму сегодня в лагерь, и детям не объяснят, как он работает. Шанель и Диор отдыхают. Начинаем новую серию Версачи. Девчонки, я сейчас знаю, вы мне будете писать. Инна, кто такая Маша? Вообще, покажи нам ее. Девочки, я сама не видела, но есть... Блин, Маш, ну, елки-палки. Девочки, туалетная вода Версачи. Просто, вот просто, понимаете? Просто туалетная вода Версачи. Бомба. Блин, я уже этим побрызгалась. Ну, не могу себе отказать. Девочки, сегодня нам не все. Класс. Я хочу просто насладиться. Девочки, коробочка Версачи. И, ну, как видите, бывают такие люди, и... Это реальность. Такие люди есть. И больше, слава богу, в нашем мире хороших людей, чем плохих. Просто чемодан. Как я обожаю косметички. Это моя слабость. Это моя... Не знаю, наверное, я раньше собирала косметички. Я очень люблю косметички. Даже если они... Блин, сколько тут всего, девочки? Сколько здесь всего? Во-первых, косметичка состоит из множества косметичек, которые наполнены косметикой. И косметика еще и подпирает косметика. Диор. Мейкап. Браш. В общем, кисть. Блин, в общем, я выбрасываю все свои кисти. Алиэкспресс. Девчонки, посмотрите. Кисть Диор. Кисть Диор. Вот просто слово-сочетание. Кисть от Диор. В пыльничке. И в шикарной коробке. Я буду пользоваться всем и сразу, и подряд.